итак сейчас будем запускать этот конвектор в автомобиле и периодически следить за температурой при помощи вот этого прибора смотрим что у нас делается на улице на улице сейчас у нас минус 4 в автомобиле у нас 3 градуса тепла конвектор у нас абсолютно холодный 0 градусов открываем баллон как видите стоит редуктор и через редуктор газовой трубе вас поступает конвектору для запуска поворачиваем ручку подачи газа и нажимаем автоматику щелкаем пьезо все горелка загорелась держим 2-3 секунды отпускаем все работает чтобы было видно я пока сниму выхлоп и покажу процесс работы вот в этом окошке видно сейчас даем обороты минуты достаточно чтобы он вошел в свой рабочий режим в идеале конечно здесь нужно ставить хомут но это так для показа я просто ничего не не ставил хому то чтобы было видно что почему ну и плюс к тому что вся эта конструкция снимается в течение одной минуты труба снимается наружная внутренняя конвектору всяком случае остается вот так на стенке но если при надобности и он снимает 3 самореза и он снят итак проверяем температуру температура уже 145 градусов на нижнем бачке 60 еще ниже 47 на выхлопе 30 вы сами видите буквально еще и минуты не прошло а температура уже 175 градусов для этого конвектора естественно есть защитная защитная стенка спереди одевается ну и на всякий случай вот видите я внизу еще поставил такой так называемый кулер но это не кулер это маленький вентилятор экономный который которого достаточно допустим там периодически включать несколько раз он мгновенно распространяет горячий воздух по салону 227 228 ну можете себе представить температуру этого конвектора вот когда он сейчас вот выдает эти 230 градусов для сравнения вот такая температура на обычные газовые горелки в эконом режиме конвектор работает по принципу восковой свечи горит фитилек и вот он был переведен где-то минут 15 назад он был переведен в эконом режим и смотрим температуру которая сейчас на самом конвекторе ну вот начнем со средней части температура у нас 111 градусов переходим дальше по верхнему бочку вы наблюдаете за красной точкой 90 идем ниже по каналу 72 еще ниже температура уже меньше 65 еще ниже 50 еще ниже получается 47 48 получается разница практически 60 градусов от той температуры которая вот была здесь на входе и на выходе уже температура 40 градусов ну а на выхлопной трубе температура осталась та же которая была при запуске 30 градусов и пошли выше и выше и выше 27 градусов на выходе и на улице получается труба вот уже температура 14 под потолком температура у нас 22 градуса опускаем ниже 15 15 14 это на уровне окон 13 еще ниже опускаем 16 в средней части 16 градусов 15-16 градусов температура после 20 минут работы конвектора так что значит эконом режим и как я делал замеры по расходу ну все начиналось так вот обычный баллон 12 литровый вот он стоит 12 литровый баллон я полностью опустошил в плане открыл вентиль слил оттуда остатки все газолина и так далее жидкой фазы баллон был полностью пустой я его кинул на весы записал вес после чего заправил ровно 10 литров газа 10 литров газа это у нас получается ровно 5 килограмм веса вот исходя из этого вес баллона прибавляется 10 литров 5 килограмм газа получается вес баллона плюс 5 килограмм определенная сумма я сейчас не могу точно сказать какая-то сумма была дальше устанавливается запускается конвектор и по истечении 5 часов работы я перекрываю баллон и кидаю его на весы у меня получается разница веса 200 грамм это говорит о том что за 5 часов работы учитывая то что запуск был на так говорится на полную катушку был включен конвектор который работал в течение минуты и потом переведен в эконом режим за 5 часов работы конвектор израсходовал 200 грамм газа к следующему сезону я хочу попробовать повторить принципиальную конструкцию этого конвектора из обычной профильной трубы определенного диаметра ну и посмотрим насколько она эффективна если она будет действительно эффективна это будет абсолютно недорогая вещь которая действительно выручит в плане обогрева вот в общем то и все о чем хотел сказать подписывайтесь на наш канал спасибо за внимание спасибо за внимание